Здарова, гайз! С вами снова я, Сюджи Стас. В этом коротком ролике я расскажу тебе о новых, эффективных, быстрых способах вырезания волос и замены заднего фона, которые появились с обновлением фотошопа 2021. А для тех, кто не видел мой полный ролик по 22 способам вырезания объектов от фона в фотошопе, могут посмотреть его по ссылочке вот здесь. Ну что ж, не будем тянуть, поехали! Надо сказать, что прогресс не стоит на месте, и использование искусственного интеллекта и нейронок это уже не просто инновационный тренд, но и реальность, без которой мы, скорее всего, не представим свою будущую жизнь. Еще недавно мы вырезали все ручками по 2 часа, а теперь все делается буквально 4 клика. Так, например, чтобы выделить волосы, теперь нужно нажать Select and Mask, определить объект, уточнить волосы, окей. Все! Это никогда так быстро не делалось, еще и с таким интересным результатом. Очевидно, что это именно новый алгоритм, который не похож на использование уточняющей кисти, например. Он работает совершенно по-другому и решает проблему артефактов цвета, который остается от вырезки. Не выходя из Select and Mask, есть настройки по выделению, которые отлично подходят к волосам. Вот тут. Два варианта. Один для очень контрастных фонообъектов, и другой с ориентацией на края объекта. Справляется с задачей вырезки шерсти и волос, хоть и не так идеально. В компании услышали наши молитвы и решили одну из самых частых проблем, которую мы сталкиваемся при работе с портретами. А также добавили сразу возможность замены фона. А точнее, только небо. Посмотрите, как оно справляется. В меню редактирования находим пункт «Замена неба» и кликаем. Автоматически создаются разбивки слоев с масками, которые еще и можно отредактировать и заменить само небо, предложенными тремя видами по много вариантов. Либо своими. Такого я еще не видел. Эта фича по сути является экшеном, который работает даже лучше, чем ты ожидаешь. На выходе мы получаем вот такие слои с масками, которые дают понимание, что делает программа. А именно, создает маску для неба, убирает проблему яркости переднего плана и вписывает его по цвету с помощью кривых. Магия не иначе. Я начинал еще в фотошопе 2007-й версии, и тогда за такую магию сжигали на кострах прямо на форумах. Сейчас же любой новичок может добиться отличного результата, сделав всего пару кликов. И я считаю, что это достаточно здорово. Напишите в комментариях, какие новинки версии 2021 тебе нравятся больше всего, а какие считаешь абсолютно бесполезными. Поставь лайк этому видео, если это было полезно. Сделай кнопку серой и нажми колокольчик, чтобы не пропускать такой годный контент. Ну а с тобой был Сиджей Стас. До новых встреч. Пока-пока.